И тема была выбрана гомеопатия, потому что действительно очень много встречаю мнений о том, что гомеопатия действительно полезна и о том, что люди ее используют. Первый вопрос. Кто знает, что такое гомеопатия? — Лечение микродозами. — Лечение микродозами. Запоминаем этот тезис. Что еще? Вот впереди. — Подобное лечится подобным. — Подобное лечится подобным, да. А кто применяет гомеопатию? — Здоровые люди. — Здоровые люди применяют гомеопатию. Кстати, да, если так порассуждать, наверное, да. Собственно, два этих мнения, которые сейчас были высказаны, два этих определения, они по-своему правильны. Это действительно, под гомеопатией понимают действительно лечение супермалыми дозами и также понимают подобное подобное. И почему нам важно именно определиться с терминами в самом начале? Потому что это то, на чем все основано. Антон, а как мне сделать так, чтобы была презентация? То есть если мы не обребимся с терминами, то то, о чем мы будем говорить, может быть непонятным. И очень часто так бывает, что когда люди спорят, они говорят об одном и том же, просто разными словами, потому что они не определились в самом начале, что за термины они используют на самом деле. То есть про гомеопатию сегодня разговариваем. История определения. Тот человек, который вел гомеопатию, его зовут Самуэль Ганиман. Он жил в начале, получается, в начале 19 века. Но тогда, когда он жил, еще не было открыто то, что многие инфекционные заболевания передаются именно за счет бактерий. То, что бактерии являются возбудителями инфекционных заболеваний. Тем не менее, он был достаточно прогрессивным человеком до своего времени. По-моему, он был фармакологом и врачом. И действительно, ему не нравились те методы лечения, которые использовали тогда. И он хотел как-то их изменить. И занимался он тем, что пытался вылечить малярию. Причем сначала он прочитал несколько умных книжек, которые были написаны до него. Точнее, он даже занимался их переводом. И там он обнаружил, что в некоторых поселениях, в некоторых, наверное, не поселениях, как это называется, когда древние люди живут, да, не в общинах, а в исторических каких-то местах. Значит, малярию лечили хинным деревом. И действительно лечили очень эффективно. Малярия, дело в том, что вызывает лихорадку. И если очень много съесть хинного дерева, то у вас тоже появляется лихорадка. Но причины этих лихорадок разные. В первом случае лихорадка вызывается за счет того, что эритроциты разрушаются. А во втором случае это просто отравление. Получается, что действующее вещество из хинного дерева, хинин, действительно убивает возбудителя лихорадки малярийного плазмодия. Но Самуэль Генканеман, он не знал про малярийного плазмодия, а видел только последствия. То есть он видел лихорадку от одного и лихорадку от другого. Отчего он сделал свое предположение, что подобное лечится подобным. Но дело в том, что он не знал ни про микроорганизмы, и не знал про действующее вещество, от которого люди получают отравление. Дело в том, что многие вещества, которые обладают каким-то сильным действием, они могут быть либо токсинами в высокой концентрации, если их действительно много, либо они могут быть лечебными лекарственными средствами, если их используют в малой концентрации, в малых дозах. Но эти малые дозы, они ощутимы. Это на самом деле большое количество вещества, просто его мало для того, чтобы отравиться, но его достаточно для того, чтобы убить, например, возбудителей. А симптомы отравления, они в принципе очень схожие. То есть это слабость, это боли в животе, головные боли, боли в мышцах. В принципе, можно сделать вывод, что многие токсические вещества вызывают схожие эффекты. Так вот, Ганеман, он так получилось, что он ложно предположил, что подобное лечилось подобным. На самом деле, то, что происходило, он лечил инфекционные заболевания токсическими веществами. И в принципе, то, что инфекционные заболевания лечатся токсическими веществами, не противоречит ничему. А то, что подобное лечится подобным, это немного ложное представление, которое на самом деле не выдерживается. Но для его времени это было нормально. И гомеопатия, если понимать её как подобное лечится подобным, в принципе, этот термин оправдан. Но потом произошла некоторая такая трансформация этого термина. И, кстати, очень сложно было мне даже уловить, когда и в какой момент произошла эта трансформация. Но то, что сейчас понимают под гомеопатией, современное понимание, это то, что гомеопатические препараты — это сверхмалые концентрации вещества, которые действуют даже не сами по себе, а через память воды. То есть вещества растворяют в очень большом количестве воды. И может так получиться, что вещества в самой таблетке уже не будет. Но так как там была вода, а вода запомнила вот это вещество, то оно действует. К сожалению, концепция памяти воды является антинаучной. Может быть, кому-то и хотелось бы, чтобы это было так. Но экспериментально никак нельзя это подтвердить. Вот именно в научном, хорошо поставленном эксперименте, где есть контроль. Но даже если предположить, что вода имеет память, то совершенно непонятно, как заставить воду забыть всё, с чем она сталкивалась до этого, и запомнить только одно вещество, которое мы хотим, чтобы оказывало лечебный эффект. Поэтому, к сожалению, даже используя какие-то логические басуаты, очень сложно действительно в это поверить, что это действительно так. Но, тем не менее, те гомеопатические препараты, которые сейчас мы видим на рынках, некоторые действительно основаны на вот этом принципе. И этот принцип, поскольку он антинаучный, поскольку он ложный, может быть опасен. Мы сейчас поговорим, почему он может быть опасен. Но сначала ещё раз нужно вернуться к тому, как готовят вот те самые гомеопатические препараты в сверхмалых разведениях. Во-первых, там есть своя терминология. Разводить можно либо в 10 раз, либо в 100 раз. И разведения будут последовательные. То есть несколько раз будем разводить в 10 или в 100 раз. Если в 10 раз, то это будет обозначаться буквой D. То есть когда вы покупаете гомеопатический препарат, вы можете перевернуть, прочитать, что там содержится. Там будет написано какой-нибудь экстракт растения. И будет, например, 4D. Это значит, что его разводили 4 раза в 10 раз. Или, может быть, там будет написано 20С. Это значит, его 20 раз разводили в 100 раз. Ну, к чему это приводит? К тому, что если мы будем в 10 раз разводить последовательно 4 раза, то мы получим концентрацию 10-4. В принципе, это нормальная концентрация. И лекарственные вещества многие используются в такой концентрации. Но если мы сделаем 20 разведений в 100 раз, то мы уже получим 10 минус 40-й. И это настолько низкая концентрация, что в одной таблетке, ну вот если этот раствор взять, потом превратить в таблетки, то в этой таблетке может и не оказаться исходного вещества. И, в принципе, даже математическими методами можно посчитать, что разведения больше 13С, они уже не будут содержать молекулы исходного вещества. Значит, будут основаны на принципе памяти воды. Ну, мы помним, да? Там антинаучность. А как приготовить? Значит, один способ. По ганиману, это который первый основатель гомеопатии. Значит, мы берем несколько флаконов, в которые добавляем равное количество воды. Например, добавляем 9 мл. И будем последовательно разводить 1 мл в этих флаконах. Так мы получим последовательно 10-кратное разведение. Ну, добавим 99 мл, будет 100-кратное разведение. А вот наш соотечественник Корсаков, он предложил другой метод. Потому что, если мы используем первый метод, то мы слишком много флаконов запачкаем, и это будет слишком затратно для того, чтобы приготовить такие препараты. Можно использовать один флакон. Мы просто наливаем в него вещество, а потом выливаем очень быстро. То, что осталось на стенках, нам достаточно для того, чтобы добавить чистой воды, а потом снова вылить. И вот то, что осталось, нам все равно еще достаточно для того, чтобы приготовить следующее разведение. Ну, вот я для справки могу сказать, что я работаю в химической лаборатории, и мне часто приходится очень мыть посуду. То есть я провела какой-то эксперимент, у меня грязные колбы. Для того, чтобы мне помыть колбы, достаточно 20 раз, собственно, их сполоснуть чистой водой. И я считаю, что моя колба чистая. Это значит, в ней уже нет вещества. А потом я использую очень чувствительные методы, которыми провожу анализы. И, в принципе, в моих анализах нет никакого шума из предыдущих анализов. Значит, колбы действительно чистые. Так вот, если мы 20 раз, собственно, разведем, то и вот такими выливаниями, то мы помоем нашу пробирочку, и там уже ничего не будет. Ну, правда. Правда, ничего не будет. Поэтому, если мы будем говорить о том, что если мы покупаем гомеопатический препарат и видим, что там разведение больше 13С, то есть там будет написано 14-15С, мы можем с уверенностью уже сказать, что это просто сахарные конфетки или лактозные конфетки. И, в принципе, там нет вещества, которое могло бы оказывать какой-то эффект. Тем не менее, эффект, оказывается, быть может. И мы поговорим об этом позже. Какие нам заявляют преимущества гомеопатических препаратов? Мы знаем, что это безопасность, что они не накапливаются в организме. Ну, это как бы заявлено производителями, что они не вызывают агрегии и не привоцируют провокания. Но, опять-таки, вспоминаем, если там уже нет нашего вещества, если там только сахароза или лактоза, это основа тех гранул, таблеточек, которые мы используем, то, конечно же, они безопасны. То есть сахарозу вы можете употреблять, если у вас нет никаких проблем с диабетом. Лактозу точно так же, если нет аллергии на лактозу, вы можете спокойно употреблять в пищу. Но, если мы заглянем внутрь одного из препаратов и посмотрим на его состав. Вот просто, я просто зашла на сайт, есть очень много сайтов, на которых написано, есть списки гомеопатических препаратов, там можно посмотреть их состав. Вот Акогриппин, это препарат, который используют для лечения сезонной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. И одно из действующих веществ этого препарата, это атропа белодона. Ну, белодона растение о чем-то говорит, да? То есть это ядовитое растение, на самом деле, содержащее ядовитое вещество, насколько я помню, называется антропин. Вот. И разведение D6. D6 — это микроразведение. На самом деле, это высокая концентрация и лекарственные вещества, которые действительно, ну, как бы, используются для лечения, не гомеопатические. Они могут быть в таких концентрациях. Ещё, кстати, особенность о концентрациях, именно как вот химическое, биологическое образование позволяет сказать, да? Нам, для того, чтобы понять, какая конечная концентрация, нам нужно дать начальную концентрацию. Но ни на одной из упаковок гомеопатического препарата вы этого не увидите. Вы не будете знать, сколько изначально взято растение, там, 1 килограмм или 1 грамм. А это очень существенно. Тогда как на лекарственных препаратах всегда пишется очень точная концентрация, а не разведение. Так вот, значит, белодонна обладает токсическим веществом, разведена не очень сильно в этом препарате и используется, да, для лечения гриппа. Но так как препараты безопасные, очень часто, ну, скажем, беременные женщины, которые больше всего подвержены влиянию каких-либо лекарственных веществ, употреблению или неупотреблению, они могут использовать гомеопатические препараты, так как они постулируются как безопасные, да, хотя на самом деле здесь содержится довольно большая концентрация токсического вещества. И, по крайней мере, на этой пачке акогрипина должно быть точно сказано, что он либо с осторожностью должен использоваться при беременности, либо уж там точно после консультации со специалистом. Но мы знаем, что русские люди очень часто любят лечиться сами, покупать препараты в аптеках сами без консультации врача. Поэтому вот в этом плане незнание вот этих основ, каких-то, да, вот гомеопатии, считаю, что всё это абсолютно безопасно, ну, можно как бы получить какое-то, какие-то негативные эффекты. Я считаю, что вот в этом как раз-таки и опасность. Почему же всё-таки могут работать препараты, которые действительно имеют супервысокие концентрации, возможно, не имеют даже действующего вещества уже в их начале. Ну, вы все, наверное, знаете про эффект плацебо. Эффект плацебо — это плацебо, это вещество, которое без явных лечебных свойств используется в качестве лекарственного средства, но, тем не менее, имеет свой лечебный эффект, который связан с верой пациента в то, что он получает какое-то действительно лечение. Но это абсолютно проверенный факт, научно доказанный именно в научном эксперименте. Под научным экспериментом я понимаю, что есть какой-то контроль, в котором, например, не происходят такие изменения, которые происходят в группе, которая получает плацебо. Таким образом, мы можем действительно доказать, что есть достоверная разница между двумя группами людей. Но есть предположение, как это работает. Скорее всего, это работает за счёт того, что вырабатываются некие гормоны, которые позволяют нам снизить нервное напряжение и снизить действия других гормонов, которые могут мешать выздоровлению. Но самое главное и критика плацебо была в том, что ведь люди не знают, что они получают на самом деле плацебо. Значит, они действительно думают, что они получают лекарственное средство, и тем самым у них эта вера сильна в то, что они выздоравливают. Поэтому был проведён эксперимент, когда людям говорили, вы знаете, вот вы сейчас получаете пустышку, там нет лекарства, но оно может сработать за счёт эффекта плацебо. И они, зная про это, всё равно улучшали своё физиологическое состояние. То есть было две группы людей. Одна группа ничего не получала, никакого лекарства. А другая группа получала пустышку, при этом знала, что это пустышка. И в этой группе достоверно результаты клинических испытаний были лучше. И этот эффект назвали суперплацебо. То есть когда ты даже знаешь, что ты ничего не получаешь, что там нет лекарства, но ты выздоравливаешь только за счёт именно веры в то, что у тебя всё будет хорошо. И получается, что я думаю, что эффект тех гомеопатических разведений, в которых действительно там уже, скорее всего, ничего нет, связан именно с эффектом суперплацебо. Потому что гомеопатические препараты, заявленные, постулируются как безопасные, они даже лучше, чем лекарства. Значит, мы не наносим вред своему здоровью, а только его улучшаем. Собственно, кто такой врач-гомеопат? Действительно, можно найти много объявлений о том, что есть врачи-гомеопаты, и они оказывают помощь. Важно, что... Ну, то есть нет такой специальности. Нет такой специальности врач-гомеопат. В России официально она не зарегистрирована. И чтобы стать дипланированным гомеопатом, достаточно прослушать полуторамесячный курс лекций и получить сертификат об окончании курса. Хорошо, что не каждый человек может пройти этот курс. Туда допускаются всё-таки люди, прошедшие медицинское образование, потому что потом они постулируются уже всё-таки как врач. И если это будет человек совсем без медицинского образования, то можно ожидать страшных вещей. Поэтому, в принципе, врач-гомеопат — это врач, но он назначает лекарства, которые, скорее всего, не содержат действующего вещества и основаны на эффекте плацебо. И всё бы ничего, потому что, в принципе, создание таких лекарств, оно не обременительно и недорого. Но обидно то, что... Вот если мы сравним цены, это точно так же с того же сайта, где есть каталог лекарств, потому что я не была ни разу в гомеопатической аптеке. Ну вот, допустим, есть лекарства, и мы видим, что меняется разведение. У нас есть С3, С30 и С200. Это значит, всё меньше и меньше вещества находится в нашем препарате. Но цена, тем не менее, увеличивается. За счёт чего она увеличивается, сложно сказать. Но среди врачей-гомеопатов есть мнение и тех людей, кто предвержен гомеопатии. Есть мнение о том, что чем выше разведение, тем лучше это вещество или тем лучше это лекарство работает. Ну, зная уже всё то, что я сказала до этого, вы можете сами решить, работает оно лучше или хуже. Но это остаётся на вас. И вчера, перед тем, как готовиться к лекции, у меня есть подружка, которая любит ходить на такие лекции, она сетовала на то, что не сможет попасть сегодня. И я её спрашиваю, ну, Маш, ну я буду про гомеопатию рассказывать, ты, наверное, про неё всё знаешь. Она такая говорит, ну да, я знаю, что это что-то связанное с вакцинированием. И тут я поняла, что вот здесь наступает такая каша в голове, которую я не ожидала даже, что она есть. Поэтому я решила тоже поднять этот вопрос. Собственно, иногда гомеопатию могут путать с вакцинацией, просто потому, что мы следуем принципу подобное подобному. И о, да, когда мы делаем вакцину, мы действительно используем либо побеждённый препарат вируса, либо какую-то часть вируса, который действительно вызывает это заболевание. То есть, по сути, мы будем лечить подобное подобным. И здесь этот принцип, ну, сохраняется, но он чисто номинально сохраняется. Так вот, ну, вакцинация — это абсолютно научно оправданный, подтверждённый, доказанный метод профилактики заболевания, потому что мы вырабатываем у себя иммунитет, да. И механизм этого действия, он изучен, понятен, и тут точно нет никакого плацебо, всё абсолютно можно зарегистрировать. Механизм действия гомеопатических разведений остаётся как недоказанным, так и, в принципе, недоказуемым, потому что, ну, не сможем мы с вами доказать память воды. Ну, точно не сможем. И я решила, что, наверное, будет важно действительно подвести итог вот тому, что я сказала, потому что это могло быть немного сумбурно, да, и, может быть, всё-таки остаться какие-то сомнения. Так вот, то есть гомеопатия, которую Ганеман придумал, то, что подобное подобному соответствует. И современная гомеопатия — это разные вещи. То есть то, что подобное соответствует подобному, это просто ганеман зашёл в такое заблуждение, которое в каких-то случаях было правдивым, но на самом деле у него получалось лечить, но у него получалось лечить по другой причине. Он её не знал. Просто ему так повезло. А современная гомеопатия — это супернизкие разведения и память воды. А гомеопатические препараты не всегда супер разбавленные и не всегда абсолютно безопасны. Поэтому гомеопатия не равно безопасности. Гомеопатические препараты могут быть опасны, поэтому на ней должны быть соответствующие отметки, что беременные их не могут употреблять, тесть их не могут употреблять и так далее. Гомеопатические препараты и разведение свыше С13, С значит это в 100 раз, значит 13 раз по 100 раз, работают за счет эффекта плацебо или супер плацебо. И гомеопатия — это не вакцинация. То есть она может быть так сравнена, но мы знаем, что это разные вещи. Поэтому я надеюсь, что чуть-чуть у меня получилось структурировать что-то в вашей голове. И если вы даже и думали, что гомеопатия — это что-то такое, может, траволечение или новое веяние, как вегетарианство, и нужно точно следовать гомеопатии, или вдруг бабушка или знакомая бабушка будет говорить, что она пойдёт врачу-гомеопату, я думаю, у вас найдутся аргументы, чтобы предупредить их хотя бы. Потому что почему это всё будет опасно? Если у человека действительно серьёзное заболевание, и он думает, что он может излечиться гомеопатией и методами гомеопатии, то он может потерять то время, которое было бы полезно, когда бы он пошёл к квалифицированному врачу и смог бы получить квалифицированную помощь. И кроме того, гомеопатические препараты, они всё-таки тоже денег стоят. И если вы не хотите тратить деньги, ну просто на сахарные таблетки, то, может быть, не стоит заниматься и увлекаться гомеопатией. Ну или если вы не хотите, чтобы кто-то из ваших знакомых случайно потратил деньги. Так что такой вот у меня был посыл, и я надеюсь, что, в принципе, вам понравилось. Спасибо. Спасибо.